мишель демарко космическое послание пророчество тяубы глава 13 возвращение домой листы оцинкованного кровельного железа на крыше поскрипывают под жгучими лучами солнца и даже на веранде жара почти невыносимая я наблюдаю за очаровательной игрой света и тени в саду и слушаю пение птиц гоняющихся друг за другом по бледно голубому небу и мне грустно я только что поставил последнюю точку в конце двенадцатой главы этой книги которую меня попросили написать эта задача не всегда была легкой зачастую от меня ускользали детали и я тратил часы пытаясь вспомнить определенные вещи которые говорила тау и в особенности те которые она хотела чтобы я записал тогда в моменты когда это меня абсолютно доводило до белого коленя все возвращалась ко мне каждая деталь как будто какой-то голос у меня над моим плечом диктовал слова и я писал так много что сводила руку периодами примерно по три часа иногда больше иногда меньше образы толпились у меня в голове во время написания книги когда слова теснили друг друга у меня в голове часто мне хотелось бы владеть стенографией и вот сейчас опять это странное ощущение вернулось ты здесь того спрашивал я никогда не получая ответа это одна из вас тоо биастра латоли латионусе я умоляю вас дать мне какой-нибудь знак звук ответьте пожалуйста ты меня звал я говорил вслух и прибежала моя жена она стала передо мной пристально глядя на меня нет ты делаешь это периодически не правда ли разговариваешь сам с собой я буду рада когда эта книга будет окончена и ты вернешься на землю в буквальном смысле она ушла бедная лина ей определенно было нелегко в эти прошедшие месяцы а каково ей должно было быть однажды утром она проснулась и обнаружила меня растянувшегося на диване мертвенно бледного с трудом дышащего и отчаянно хотевшего спать я спросил ее нашла ли она мою записку да сказала она но где ты был я знаю что тебе будет тяжело в это поверить но меня забрали инопланетяне и взяли на свою планету я все тебе расскажу но сейчас пожалуйста дай только мне поспать как можно дольше сейчас я лягу в кровать я разлегся здесь чтобы не разбудить тебя твоя усталость я полагаю не вызвана какой-то другой причиной ее тон был горько сладким и я почувствовал ее беспокойство однако она дала мне поспать и прошло добрых 36 часов прежде чем я открыл глаза когда я проснулся то увидел лину склонившуюся надо мной с видом медсестры наблюдающий за кем-то смертельно больным как ты спросила она я чуть не вызвала врача я никогда не видела чтобы ты спал так долго ни разу не пошевелившись и несмотря на это ты видел сны и звал во сне кто такой арки или аки которого ты упоминал и тау ты собираешься мне рассказать я улыбнулся и поцеловал ее я собираюсь рассказать тебе все тут мне пришло на ум что тысячи мужей и жен должно быть говорят эту самую фразу не имея никакого намерения объяснять все я пожалел что не сказал что-нибудь менее вульгарное и банальное да я слушаю хорошо и слушать ты должна внимательно так как то что я должен сказать серьезно очень серьезно но я не хочу рассказывать ту же самую историю дважды зови сына чтобы я мог рассказать вам обоим три часа спустя я в основном закончил свой отчет о необычайном приключении в которое попал лина наименее доверчивый член семьи когда дело касается таких вопросов по выражениям и определенным интонациям моего голоса выявила что со мной произошло действительно что-то очень серьезное когда проживешь с человеком 27 лет некоторые вещи невозможно понять неправильно меня осадили вопросами особенно мой сын поскольку он всегда верил в существование других планет населенных разумными существами у тебя есть доказательства спросила лина мне припомнились слова тау они ищут доказательств мишель и всегда еще больше доказательств меня немного расстроило что этот вопрос поступил от моей собственной жены нет никакого но когда ты прочитаешь книгу которую я должен написать ты будешь знать что я говорю правду тебе не надо будет верить ты будешь знать ты можешь представить себе как я скажу своим друзьям мой муж только что вернулся с планеты тиёба я попросил ее ни с кем на эту тему не говорить поскольку мне было велено не говорить а сначала написать я чувствовал что в любом случае так лучше так как слова могут потеряться на ветру в то время как написанное останется прошли дни и месяцы и теперь книга закончена все что остается сделать это ее опубликовать по этому поводу то у заверила меня что будут некоторые проблемы это было ответом на вопрос который я задал в космическом корабле во время возвращения на землю космический корабль как много мыслей навевает это слово в тот последний вечер на пляже тау указала на крохотную звездочку солнца которая сейчас заставляла меня потеть тогда мы сели на летающую платформу и направились на космическую базу быстро и без единого произнесенного слова космический корабль готовы к немедленному отправлению ждал нас во время нашего короткого путешествия к базе я заметил в темноте что ауры моих спутников не сияли так ярко как обычно цвета были более приглушенными и находились ближе к их телам меня это удивило но я ничего не сказал когда мы поднялись на борт космического корабля я предположил что мы отправляемся в поездку быть может с определенной миссией на какую-нибудь близлежащую планету того мне ничего не сказала взлет прошел обычным порядком и был небогат событиями я наблюдал как быстро уменьшалась золотистая планета полагая что вернусь через несколько часов или может на следующий день прошло несколько часов прежде чем тау наконец вновь обратилась ко мне мишель я знаю ты заметил нашу печаль она самая настоящая так как некоторые расставания бывают печальнее других мои товарищи и я очень привязались к тебе и если мы грустим то потому что в конце этого путешествия нам придется расстаться мы везем тебя обратно на твою планету я снова почувствовал приступ боли сбоку живота я надеюсь ты не будешь держать на нас зла за то что мы улетели так быстро мы сделали так чтобы избавить тебя от сожалений которые всегда бывают когда покидаешь любимое место а я знаю что ты безмерно любишь нашу планету и нашу компанию трудно не думать это моя последняя ночь или я вижу это последний раз я опустил глаза и мне было совершенно нечего сказать некоторое время мы молча сидели вместе я чувствовал тяжесть как будто на мои конечности и органы повесили гири я медленно повернул голову в сторону тау украдкой посмотрев на нее она казалась даже еще грустнее и не хватало чего-то другого вдруг я понял ее ауры тау что происходит со мной я больше не вижу твою ауру это нормально мишель великие таури дали тебе два дара способность видеть ауры и понимать языки чтобы они служили инструментами для твоего обучения но только на ограниченное время это время только что истекло но не печалься по этому поводу в конце концов это дары которых у тебя не было когда ты впервые присоединился к нам то что ты действительно берешь с собой назад это знание из которого ты и миллионы твоих соплеменников смогут извлечь пользу разве это не важнее чем понимание языков или способность видеть ауры когда ты не умеешь читать их в конце концов именно чтение аур идет в зачет а не их восприятие я принял ее доводы но был тем не менее разочарован поскольку быстро привык к свечению вокруг этих людей не огорчайся мишель сказала тау читая мои мысли на вашей планете у большинства людей нет лучистых аур до этого далеко мысли и заботы миллионов землян так тесно связаны с делами материальными что их ауры весьма тусклые ты был бы разочарован я внимательно посмотрел на нее прекрасно отдавая себе отчет в том что скоро я ее больше не увижу несмотря на свои крупные размеры она была так пропорционально сложена на ее приятным милом лице не было ни морщинки ее рот нос брови все было совершенным внезапно вопрос который так долго вызревал в моем подсознании возник в уме почти помимо воли то есть причина тому что все вы гермафродиты есть и очень важное мишель удивлена что ты не задал этот вопрос раньше понимаешь так как мы существуем на высшей планете то все материальное что у нас есть тоже высшее как ты сам видел наши различные тела включая и физическое тело тоже должны быть высшими и в этой области мы продвинулись вперед настолько далеко насколько возможно продвинуться мы можем регенерировать наши тела предотвращать их умирание оживлять их и даже иногда создавать их но в физическом теле находятся и другие тела такие как астральное на самом деле их девять в общей сложности те что интересуют нас в данный момент это флюидное тело и физиологическое тело флюидное тело влияет на физиологическое тело которое в свою очередь оказывает влияние на физическое тело во флюидном теле у тебя имеются шесть главных точек которые мы называем королами и которые йоги на вашей планете называют чакрами первая чакра это та которая находится между твоими двумя глазами прямо в полутора сантиметрах выше твоего носом она если угодно является мозгом твоего флюидного тела она соответствует шишковидной железе которая расположена намного дальше назад в твоем физическом мозге но на том же в точности уровне именно наложив палец на эту чакру один из таори мог высвободить в тебе дар понимания языков далее внизу флюидного тела и прямо над половыми органами находится очень важная чакра которую мы называем муладхара и которую ваши йоги называют священные над этой чакрой примыкая к позвоночному столбу находится палантиус он имеет форму спиральной пружины и достает до основания позвоночного столба когда расслаблен чтобы он расслабился двум партнером требуется совершить между собой половой акт причем они не только должны любить друг друга но и иметь друг с другом духовную близость только в этот момент и при этих условиях палантиус дотянется до позвоночного столба передавая энергию и особые дары физиологическому телу которая затем воздействует на физическое тело такой человек испытает счастье в сексуальном наслаждении которое намного больше обычного когда на своей планете среди очень сильно любящих друг друга людей ты слышишь такие выражения как мы были на седьмом небе мы чувствовали себя легкими мы плыли по воздуху можешь быть уверен что эти пары находились в физической и духовной гармонии и были созданы друг для друга по крайней мере на время некоторые тантристы на земле достигли этой точки но среди них это не распространено поскольку все еще их религии с нелепыми ритуалами и запретами создают настоящее препятствие на пути достижения этой цели за деревьями они не видят леса давай вернемся к нашей любящей паре мужчина испытал величайшее удовольствие трансформировавшиеся в полезные для палантиуса вибрации благодаря искренней любви и абсолютной совместимости все эти ощущения счастья высвободились посредством совершения полового акта ощущение счастья у женщины не такие но процесс у нее такой же теперь к ответу на твой вопрос на нашей планете с телами которые одновременные мужские и женские мы можем по желанию достигать ощущений и мужских и женских разумеется это дает нам гораздо больший диапазон сексуального удовольствия чем если бы мы были однополыми более того наше флюидное тело может находиться в наилучшем состоянии и говорить не приходится что наш внешний облик является более женственным нежели чем мужественным по крайней мере в том что касается наших лиц и груди разве ты не согласен мишель что как правило женское лицо приятнее мужского так вот мы предпочитаем иметь миловидные лица они не привлекательные что ты думаешь о гомосексуализме гомосексуалист как женщина так и мужчина это невротик если это не связано с гормонами и невротиков нельзя осуждать однако как всем невротиком им следует лечиться во всех вещах мишель принимай во внимание что постановила природа и у тебя будут ответы на твои вопросы природа дала каждому живому существу возможность воспроизводства так чтобы могли продолжаться разные виды согласно воле творца самцы и самки были созданы у всех видов однако человеческим существам по причинам которые мы уже объяснили он добавил свойств которые не даны другим видом например женщина может свести в сексуальном свершении достигая такого диапазона сексуальных ощущений которые могут высвободить палантиус и вызвать колоссальные улучшения в ее физическом теле через флюидное тело это может происходить в течение многих дней месяца без того чтобы она забеременела с другой стороны корова будет принимать быка только в течение определенных нескольких часов месяца и даже тогда ее побуждает только стремление производить потомство стельная корова больше не восприимчива к домогательством быка вот тебе и сравнение двух творений природы первое весьма особое существо обладающее девятью телами в то время как второе обладает только тремя очевидно творец особо позаботился о том чтобы поместить в нас намного больше чем физическое тело иногда на вашей планете эти особые вещи называют божественными искорками и это подходящее сравнение что ты думаешь о преднамеренном аборте это естественный акт нет конечно тогда зачем спрашиваешь ты уже знаешь ответ я помню как то оставалось как будто погруженные в мысли довольно долгое время молча смотря на меня потом она продолжила на протяжении примерно 140 лет на вашей планете человек ускорял уничтожение природы и загрязнения окружающей среды это случилось с момента открытия энергии пара и двигателя внутреннего сгорания у вас осталось всего несколько лет чтобы остановить загрязнение прежде чем ситуация станет необратимой один из главных источников загрязнения на земле бензиновый двигатель и его можно было бы немедленно заменить водородным мотором который бы не вызывал загрязнения так сказать на некоторых планетах его называют чистым мотором прототипы такого двигателя были сконструированы разными инженерами на вашей планете но они должны производиться промышленно чтобы заменить бензиновые двигатели это мера означало бы не только 70 процентное снижение текущего уровня загрязнения продуктами сгорания но он также был бы экономичнее для потребителя крупные бензиновые корпорации пришли в ужас от мысли о популяризации такого мотора поскольку это означало бы потерю продаж нефти и последующий финансовый крах правительства которые облагают эту нефть огромными пошлинами тоже пострадали бы в равной мере видишь мишель все всегда возвращается к деньгам из-за них у вас существует целая экономическая и финансовая обстановка которая препятствует прогрессу в направлении радикальных перемен в интересах всего человечества на земле люди на земле всегда позволяли помыкать собой запугивать себя эксплуатировать себя и вести себя на скотобойню политическим и финансовым картелям которые иногда даже вступают в сообщество с хорошо известными сектами и религиями когда этим картелям не удается завоевать людей искусными рекламными компаниями нацеленными на промывание мозгов тогда они стараются добиться успеха через политические каналы а затем через религии или через искусную смесь всего вышесказанного с великими людьми желавшими сделать что-то для человечества попросту расправлялись мартин лютер кинг один пример ганди другой но люди на земле больше не могут позволять чтобы с ними обращались как с дураками и вели их на скотобойню как стадо баранов лидеры которых они сами избрали демократическим путем эти люди составляют подавляющее большинство абсурдно чтобы в 100 миллионной нации группа финансистов включающая быть может тысячу человек могла решать судьбу остальных как мясник на скотобойне такая группа надежно замяла дело о водородном моторе так что о нем больше не упоминают этих людей меньше всего заботит что может статься с вашей планетой в будущем они эгоистично ищут своей выгоды ожидая умереть до того как то что скоро произойдет произойдет если в результате ужасных катаклизмов исчезнет земля они полагают что уже будут покойниками здесь они делают огромную ошибку так как источником грядущих бедствий является ежедневно растущее загрязнение на вашей планете и последствия его почувствуются очень скоро намного скорее чем вы можете себе представить люди земли не должны вести себя как ребенок которому запретили играть с огнем у ребенка нет опыта и несмотря на запрет он не слушается и обжигается обжегшись он знает что взрослые были правы он не будет опять играть с огнем но за непослушание расплатится страданиями в течение нескольких последующих дней к сожалению в случае который беспокоит нас последствия намного более серьезные чем ожог ребенка существует риск уничтожения всей вашей планеты без второго шанса если вы не доверитесь тем кто хочет вам помочь нам интересно видеть что недавно организованные движения за экологию набирают темп и силу и что молодежь земли увлекает за собой других здравомыслящих людей в своей борьбе против загрязнения есть только одно решение как говорил тебе арки это объединение индивидуумов в группы группа сильна своей величиной те кого вы называете борцами за охрану окружающей среды становятся сильнее и будут становиться еще сильнее но жизненно важно чтобы люди забыли свою ненависть обиду и особенно свои политические и расовые различия эта группа должна быть объединенной в международном масштабе и не говори мне что это трудно так как на земле уже существует ненасильственная и очень большая международная организация международный красный крест которая эффективно функционирует уже немалое время существенно чтобы эта группа защитников природы включила в свою программу не только защиту окружающей среды от непосредственного ущерба но также и от косвенного ущерба причиняемого дымом выхлопными газами машин дымом заводов и так далее химически обработанные источные воды с больших городов и заводов также вредны и они сливаются в системы рек и океаны дым из сша уже стал причиной того что более 40 озер в канаде стали бесплодными из-за кислотных дождей которые он вызвал тоже происходит и в северной европе из-за загрязнения французскими заводами и немецким руром теперь мы перейдем к еще одному виду загрязнения немаловажному хотя люди с легкостью выбрасывают его из головы как сказал тебе великий таора шум является одним из самых вредных загрязнителей поскольку он расстраивает порядок твоих электронов и разбалансирует твое физическое отделение я еще не упоминала тебе об этих электронах и вижу что ты меня не очень хорошо понимаешь нормальное человеческое астральное тело содержит примерно 4 миллиарда триллионов электронов продолжительность жизни этих электронов составляет примерно 10 миллиардов триллионов ваших лет они были созданы в момент сотворения их содержит твое астральное тело и когда ты умираешь 19 процентов воссоединяются с электронами вселенной до тех пор пока они не потребуются природе чтобы сформировать новое тело или новое дерево или животное а 81 процент воссоединяются с твоим высшим я не вполне понимаю тебя перебил я я знаю но намереваюсь помочь тебе понять астральное тело это не совсем то что вы назвали бы чистым духом на земле существует поверье что дух сделан из ничего это неверно астральное тело состоит из миллиардов электронов в точности сочетающихся с твоей физической формой у каждого из этих электронов есть память и каждый способен удерживать столько информации сколько содержится во всех книгах заполняющих полки средней городской библиотеки я вижу ты смотришь на меня широко раскрытыми глазами но все так как я говорю информация это закодировано как микрофильм содержащий все чертежи промышленной установки который шпион мог бы пронести в запонке только еще намного миниатюрнее сейчас некоторым физикам на земле известно об этом факте но широкая публика не была информирована о нем посредством этих электронов через канал твоего мозга твое астральное тело передает и принимает сообщение от твоего высшего я информация передается так что ты об этом не знаешь благодаря слабому электрическому току из твоего мозга в гармонии с твоими электронами поскольку именно высшее я послала это астральное тело в твое физическое тело то естественным порядком вещей является что твоему высшему я следует получать информацию от твоего астрального тела как и все вещи электронные астральное тело инструмент высшего я является инструментом весьма искусным в часы твоего пробуждения она в состоянии посылать сообщение чрезвычайной срочности высшему я но высшее я требует гораздо большего чем это и итак во время сна твое астральное тело покидает твое физическое тело чтобы воссоединиться с высшим я либо передавая ему требуемую информацию либо принимая информацию или приказы во французском языке у вас есть старая поговорка что ночь приносит совет это выражение возникло из общественного опыта на протяжении лет люди замечали что просыпаясь по утрам они зачастую имели решение своих проблем иногда это так а иногда и нет если решение принесет пользу высшему я то можешь быть уверен оно будет тебе предоставлено если нет будешь ждать напрасно далее те люди кто посредством особых упражнений очень высокого уровня умеют отделять свои астральные тела от своих физических тел могут увидеть легкую серебристо-голубую нить такую как ты видел сам связывающую их физические и астральные тела их астральные тела также видимы в течение времени пока длится разделение это те самые электроны которые образуют твое астральное тело и которые создают эффект видимой нити я вижу ты понимаешь о чем я говорю и что ты ухватил суть позволь мне закончить объяснением опасности шума шум непосредственно атакует электроны твоего астрального тела создавая паразитные помехи если использовать радио и телевизионный термин если ты смотришь на экран телевизора и замечаешь несколько белых пятнышек это признак того что маленький паразит за работой аналогично если кто-то в соседнем доме пользуется электроинструментом то на твоем экране создадутся такие большие паразиты что изображение будет полностью искажено то же самое происходит и с астральным телом но к сожалению ты не будешь этого осознавать также как с телевизионным экраном и это намного хуже так как шум повреждает твои электроны и тем не менее люди говорят о мы к нему привыкли твой мозг так сказать напрягается и твой дух запускает механизмы самозащиты но не астральное тело паразит вторгается в его электроны что конечно имеет гибельные последствия для твоего высшего я ясно что звуки достигающие твоих ушей очень важны определенное музыкальное произведение может вознести тебя до состояния эйфории в то время как другое хоть и очень приятное не окажет на тебя никакого воздействия или может быть будет тебя раздражать проведи эксперимент возьми отрывок мягкой скрипичной фортепианной или флейтовой музыки которая тебе нравится и проиграй ее на максимальной громкости страдания барабанных перепонок будут не так сильны как дискомфорт который ты почувствуешь внутри большинство твоих соплеменников на земле считают что шумовое загрязнение имеет пренебрежимо малую важность но шум выхлопной трубы мотоцикла в 3-4 раза хуже чем ядовитые газы ею выбрасываемые в то время как газы воздействуют на твое горло и легкие шум воздействует на твое астральное тело однако никому никогда не удавалось сфотографировать ваше астральное тело и поэтому людей это не заботит поскольку твои собратья земляне любят доказательства пусть они обдумают вот что на земле есть честные люди которые утверждают что видели привидения я не имею в виду шарлатанов то что они видели это на самом деле 19 процентов электронов которые не входят в состав астрального тела эти электроны отделяются от физического тела через три дня после его смерти действительно в результате определенных эффектов статического электричества можно видеть эти электроны имеющие такую же форму как и физическое тело иногда перед тем как повторно использоваться природой они являются свободными но у них тоже есть память и они возвращаются посетить знакомые им места которые они любили или ненавидели или ненавидели да но тебе понадобилось бы написать не одну а две книги если бы мы занялись этим вопросом ты можешь заглянуть в мое будущее несомненно ты можешь раз ты в состоянии делать намного более трудные вещи ты прав мы предварительно просмотрели всю твою жизнь вплоть до самой смерти твоего настоящего физического тела когда я умру ты очень хорошо знаешь что я тебе не скажу зачем тогда спрашиваешь знать будущее это очень плохо и те кому предсказывают судьбу совершают двойную ошибку во-первых предсказатель судьбы может оказаться шарлатаном и во-вторых знать что несет будущее противоречит природе поскольку в противном случае это знание не изглаживалась бы в реке забвения многие люди верят во влияние звезд исследуют знаком зодиака что ты об этом думаешь на это того не ответила а улыбнулась вся обратная дорога была похожа на первое путешествие мы не делали остановок но я мог снова восхищаться солнцами кометами планетами и цветами когда я спросил того вернут ли меня обратно опять посредством параллельной вселенной она ответила утвердительно я поинтересовался почему и она объяснила что это лучший способ поскольку это означало что и мне придется сталкиваться с реакциями свидетелей меня поместили обратно в мой сад ровно через девять дней после того как я его покинул и снова в середине ночи вышли из меня вышли из ядер 스�υки вышли из меня с эрудes у о в у у у у у у Субтитры создавал DimaTorzok